Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом. Карта промсвязь с банкой и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Продолжение следует... На бугелях Росту-2Офф и Тают всегда четкая маркировка. Но они подстраховались и пометили их, нацарапав свою маркировку. Слева направо и сверху вниз. Хотя стоит немного протереть и видны заводские клеймы. Например, здесь собственно и особо тереть не нужно. Видно заводское клеймо Е2 и стрелка. Но да ладно, это я подмечаю для тех, кто не в курсе. На впускной стороне нанесены буквы И, то есть ИН, впускной, а цифра означает бугель по порядку со стрелкой. Налет здесь, конечно же, впечатляющий. Разбираю постели распредвалов, выкручиваю их болты, снимаю бугели, извлекаю сами волны. Теперь протру толкатели и пронумерую. Теперь уже можно и толкать, или извлекать из головки. Посмотрите, какие здесь конкретные отложения. Рассухариваю клапанный механизм. Извлекаю клапанные пружины. И стандартно посмотрю на впускной и выпускной пружины. У них нет никаких отличий. Скидываю их в поддон и удаляю подпружинные тарелки. Они здесь большие и проходят сквозь сами. Перевернув головку, отмечу клапаны. И на тактильных ощущениях предварительно смотрю на зазор во втулке. Иногда инструмента никакого не нужно, чтобы понять, какой здесь зазор. Здесь вроде как все по феншую, но обязательно нужно будет проверить конкретно. Ведь, во-первых, здесь пока еще стоит сальник, а во-вторых, во втулке присутствует масло. Пытаюсь извлечь впускной клапан, но он не поддается. Не могу его вытянуть. Пробую следующий, кое-как это выходит. А виной всему этому, вновь-таки, это очень огромное отложение на ножку клапана в районе сухарей. С большим трудом извлекаю все остальные клапаны и смотрю на их седла. Клапаны из седла побиты шашерем, но адекватно расползшиеся. А вот в этом цвилиндре видны какие-то следы механического воздействия. Фрезеровка поверхности заводская, это очень четко и хорошо видно. Я так понимаю, что головки делаются глобально впервые. Может быть сюда кто-то и лазил, но скорее всего лазил лишь для того, чтобы заменить сальники. Если, конечно же, их кто-то менял. Потому как выдернув сальник клапан, я понимаю, что здесь вместо резины пластик. То есть они стоят уже очень и очень давно. Отложение головки можно реально намазать на хлеб. Скорее всего, чтобы все это отмыть, нужно будет очень и очень постараться. А вот это вторая голова. Посмотрю на зазоры в клапанах, какой он здесь есть. Ради, конечно же, любопытства исключительно для вас. Мне-то он в принципе не важен. Скорее всего, что здесь все в норме. Ведь прогаров нет и проблемы, связанных с малым зазором, ни мотористам, ни клиентам озвучены не были. Головки приехали в обычную стандартную работу. Обжимаю болты бугелей. Ведь изначально эти бугели здесь снимали для того, чтобы выкрутить болты крепежа ГБЦ блоку. Беру набор щупов и смотрю на зазор. 0,4 на выпуске проходит. 4,5 десятки не проходят. И этот результат присутствует на всех этих клапанах. Впуск 2,5 десятки еле-еле проходит. 3, понятное дело, что, конечно же, не лезут. То есть, по факту, здесь 2,5, но может быть 2,6 зазор есть. В принципе, как я и сказал, проблемы здесь не будет. Ведь зазор, ведь этот зазор отвечает тем, который здесь должен быть. И этот зазор даже в очень хорошей норме. То есть, он попадает по верхнему пределу. Разбираю, конечно же, эту вторую головку. Здесь почему-то пронумеровано бугеле странно наоборот. Не от звезды, а с обратной стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хотя на бугелях здесь будет и 1, и 2, и 3. То есть, стандартно от звезды. Из головки выпадает какой-то нереальный песок, пока я их здесь ворочил. Также этот песок есть и в коллекторах. Что это, я даже не знаю и не понимаю. Сваливаю пружины в корзину. Кидаю их и головки в моечную машину. В мойке, как я и предполагал, головки не отмылись полностью, собственно, как и пружины. Осадок так и остался, они не отмылись, как это нужно. Значит, обязательно чистить придется механическим путем. То же самое и с пружинами. Химия в таких случаях, когда все сильно уделано, не помогает. Будем, конечно же, елозить все это щеточками. Стандартно ГБЦ проходит процесс опрессовки. Но ни левая головка, ни правая головка проблем не обозначила. А я, пока головки стояли в очереди на опрессовку, и пока проходил сам процесс опрессовки, удаляю загрязнение на ножек впускного и выпускного клапана, чтобы проверить их износ и сделать проверку износа во втолок. Как всегда, меня в этом выручает маленький, ранее бывший токарным станочек. Но легкой защищают торцы обоих клапанов. Замер износа показал небольшой его износ. Это ведь Тойота, и у них всегда, если только не насиловали хвост и гриву машину, износ крайне мал. Даже на огромных пробегах. Как ни крути, а это японцы. Максимум износ здесь полсотки. Вдумайтесь, машина пробежала у человека около полмиллиона, и только в его руках. И износ полсотки. Где вы еще такое встретите? Итак, впуск 5.47. Мы видим, что в изношенном месте 5.46 и 5, то есть 5 соток. Беру в руки нутромер, просто для наглядности. Я понимаю, что здесь все будет в идеале. Настраиваю, измеряю. Ну, не более 4.5-5 соток. Что с учетом износа клапана, это очень даже хорошо. Пусть и не идеально, но замена ни клапанов, ни втулок не требуется. Головки пробегут еще два раза по столько же, когда нужно будет менять что-то в них. Но к тому времени, скорее всего, и самой машине придет амбак. Измеряю обязательно клапаны на биение. Бывают всякие. Во всех клапанах здесь все хорошо. После согласования всех работ приступаю к ремонту. Покажу вам отличия по чистке. Одна головка очищена, другая нет. Сравните сами. Продолжение следует... Далее стандартная мойка с применением химрастворов. Самой, конечно же, мойки. И с нанесением на поверхность ГБЦ химии и натиркой с щетками. Запускаю машину, мой. Мойка остановилась, можно головки извлекать. Пока там все это мылось, я не терял время даром и чистил клапаны. И вновь выручает наш малепупсный станок, который мы используем лишь под эти нужды. Токарным резцом удаляю большую грязь, отложения и нагары. Грубой наждачкой снимаю оставшиеся отложения. Но легкой полирую поверхность клапана. Остается лишь потом удалить отложения на торце ножки клапана. Те отложения, которые мне не давали возможности извлечь клапан из втул. Далее восстанавливаю фаски клапаном. Конечно, выложу ее на станке, как чисто. Затем, традиционно на станке, при помощи профильных резцов, вправлю фаски на седово клапаном. Все и всегда делаю лишь до того момента, когда только выйдет требуемый результат. То самое выражение, которое, как я говорю, как чисто. Только появилась рабочая фаска, так сразу я останавливаюсь и не режу дальше. Вот сейчас еще не видно, еще есть след. А вот теперь плаза. Посмотрю на разряжение на выпуске после порезки. На всех цилиндрах лишь доходит до зеленой зоны. А это, конечно же, маловато. Притираю клапаном и использую стандартно. И это каждый раз я подчеркиваю пасту на водной, ребята, на водной основе. Посмотрим после притирки. На клапане все отлично. Паста лежит ближе к наружному краю. На седле также все отлично. Притираю второй клапан. Удаляю пасту и смотрю на вакуум. Сомнений нет, идеально. Теперь, отдав головки на фрезеровку, я тем временем очищаю бугели и распредвалы от нагара и отложения. Смотрите, сколько на этих деталях наросло всякой дряни. И теперь люже клад. Чищенные запчасти и нет. Разница ощутимая. Та же картина и с вовами. Обрабатываю оставшиеся запчасти. Достаю их из моих. Теперь дело за малым. Сделаю предварительную регулировку. Как и не раз я уже показывал, я собираю головки без пружин на старых саммитах. Расставляю толкатели по своим местам. Смазываю аккуратно спидвалов маслом. Укладываю в постели сами головы. Накидываю и оттягиваю без усилия бугели. Ну и теперь проверяю зазор. Смотрю по щупам. Измеряю имеющийся зазор. Отнимаю его от требуемого. И получаю величину, на которой требуется подторцевать торец ножки клапана. Беру, конечно же, с минусом 5 соток. Я уже рассказывал, для чего я это делаю. Так поступаю с каждым клапаном на впуске и выпуске. Естественно, что на впуске свой зазор, а на выпуске свой. После предварительной регулировки отправляю головки в мой. Теперь нужно расставить по своим местам сальники клапаны. Они для впуска и выпуска удают и разные. Слева сальник на выпуск, справа, соответственно, впуск. Расставляю клапаны по своим местам. Главное не перепутать, ведь они уже отрегулированы. Мажу обязательно и ножковую фаску маслом. Накидываю нижние подпружинные тарелочки. Далее следует пружины. Тарелочки с сухариками. Струбцинным рассухаривателем собираю клапанный механизм. Обязательно обстучу торцы и ножи клапанов, чтобы сухарики сели на свое место. Расставлю толкатели по своим местам. Смазываю опоры распредвалов маслом. Укладываю болы в постели. Вновь маслом. Сверху расставляю бугели. Обтягиваю их. Проверну болы. И обязательно проверю зазор. Все в порядке. Поэтому я готовлю головки к передаче холодильнике. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии. Помогите донатом каналу. Ссылки на оказание помощи будут в описании под видео. И без аварийных, конечно же, вам поездок. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.